Мы на месте. Мы приветствуем Ингу. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса. Доверит. Что-нибудь визуально мешает? Освет у нее, как неупокойная душа внутри. Хорошо. Неупокойная душа выходит, идет в клетку. Готова. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Инги, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Инги, находит все. Она чистая. Отлично. Переходим к неупокойной душе. Неупокойная душа, представься, как к тебе обращаться. Лика. Лика, как давно ты находишься в этом биополе? Прошу прощения, я совсем недавно, пару дней как задержалась. И по какой причине ты пришла в это биополе? Очень близкая к порталу, уже думала, что ошиблась. Ты действительно не ошиблась. Мы открываем порталы. Ну и еще пару вопросов тебе, и после этого я тебя отпущу. Мой вопрос. Как давно ты закончила свою земную жизнь и в каком возрасте? Закончила, не закончила, не знаю. Мне сейчас 56. И сколько лет назад это случилось? Что ты развоплотилась? Я не чувствую развоплощения и не вижу своего биоробота. Нам стоит уточнить. Поставим экран, Вера. Посмотри на экране ситуацию. Эта душа, ее тело еще на земле находится. Она на земле находится, но она в сумасшедшей клинике. Она между небом и землей. Так. Куда нам надо ее возвращать? В ее тело? Да. Хорошо. Лика, мы тебя возвращаем в твое тело. Назад. Твоя жизнь еще не закончилась. Она устала. Она хочет в портал. Она показывает, как это выглядит с ее стороны. Она видит свет и такие очень красивые, радужные, белые вокруг нее оболочки. Звук пропал. Повтори, пожалуйста. Она показывает, как это выглядит вокруг нее. Она не хочет в свое тело. Ее там кто-то мучает. Ей страшно. А здесь она видит радужные и очень-таки белые, приятные цвета вокруг себя. И она хочет в портал. Она его ищет. Она видит радужные энергии вокруг себя. Они такие, как отсвечивают. На самом деле, они очень яркие, белые. Но среди них есть переливы радужные. Ей это очень нравится. Она чувствует, что там спокойствие. Мы не имеем права, Лика, отправлять тебя, если твое тело еще на земле находится, и оно живое. Мы можем тебя только вернуть в твое биополе. Мы можем тебе дать энергии. Твоей родной энергии. Это единственное, что мы можем для тебя сделать и отправить тебя назад. Но я не хочу. Но есть правило. Я хочу уйти. Она себя показывает. Ее изнутри кто-то мучает. Сильно она в страхе. Вот это мы можем помочь. Ее кто-то мучает изнутри. Хорошо. Давай сделаем сейчас следующее. Лика, ты хочешь, чтобы мы тебе помогли вытащить ту сущность, которая находится в твоем биополе? Или в твоем теле сейчас на земле, который тебя мучает? Я устала от этого тела. Оно не помогает мне. Но если нет другого выхода... Выход, да. Мы не имеем права просто тебя отправлять в живую. Да. Если нет другого выхода, и... Избавьте меня от этих ощущений. Хорошо. Попробуем сейчас это сделать. Вы изъявляете свое желание, Лика? Что мы сущность... Почистили ваше тело от этой сущности? Да. Если с ней уйдет все мои страхи. Попробуем. Выстраивается прямой канал сейчас к телу, где находится Лика. Вот ее тонкой копии. Один, два, три. Силами его намерения и силами намерения Лики вытягиваем эту сущность, находящуюся в ее теле. Если она находится в тонких телах, она тоже выходит и перемещается в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Ну, здесь женщина, у нее скатанные волосы, запутанные. Да. Ни длинные, ни короткие, они торчат из головы. И она кушает, кушает, руками кушает. Но она выглядит, на наш взгляд, как сумасшедшая. Понятно. Это о ней сейчас речь идет, да? У нее вешенный взгляд. И она по сторонам смотрит. Хорошо. Ну, давай, давайте попробуем. Вытягиваем сущность, находящаяся в теле Лики. И она летит в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Значит, трудно выходит. Она за нее цепляется, как когтями. Хорошо. Посылаю свет любви отца. Я роботу. Один, два, три. И эта сущность притягивает в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Стоит в клетке тюрьмы мой заложник. Это ящер. Снимается маски и голограммы. Ящер предстает согласно своему эсирному коду ДНК. Но это ящер. И у него лапы как... Считай цифры над головой ящера. 342. Хорошо, паразит. Ты удивлен? Она рычит. Он не ожидал. Он только что ел этими лапами. И вдруг его вытащили. Они просто вытащили. Те еще и уничтожат здесь. Представляешь, какая радость будет? Сколько ты находишься в биополе Лике? 12 децепр. У тебя контракт есть на пребывание в этом биополе? Нет у него контракта. Лика, сейчас мы сделаем реверс энергии. Ящер заберет все, что он дал вам. А вы заберете у него все свое. Даю команду тонкой копии, помогая тонкой копии Лике. Спроекцирует все энергетические и сферические каналы. К этому ящеру даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены. Низкая аббрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Лике. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от него мощным потоком, пошло назад. Усилию потоки в 100 раз. Силой моего намерения вытягиваю все подключки, которые находятся в биороботе, Лике. И по каналу притягиваю в клетку тюрьму. Все летит в клетки тюрьму. Но эта женщина, она упала сейчас. Да. Лежит на полу. И от нее по каналу коричневые энергии возвращаются. Усилию все. 50 раз еще дополнительно. Конструкция идет. Готова. Хорошо. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Лика забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Лика себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Забираем от ящера и забираем из этой конструкции частички ДНК. Частички Души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на частоте Лики находится, мощным потоком пошло назад. Усилию потоки в 100 раз. Скэнер, просканируй сейчас Лику. И дай мне полноту ее Души. Какую Лику? Потому что возвращается все именно к этой женщине в экран. Хорошо, этой женщине все идет. Хорошо. Ее полнота Души? 54%. Ее Душа стоит у нас в клетке. Для этой Души 54% полноты, да? Нет, 54% в биороботе. Остальное у нас в клетке наблюдает за процессом. Общее количество меня интересует. Сколько у нее сейчас процент Души? 54% в биороботе. Куда все возвращается? 46% стоит неупокойная Душа у нас в клетке. Значит, получается 100%. То есть ли 54% там и 46% здесь, Вера, правильно? Я спрашивал, сколько процентов? Ну, они не соединены в биороботе, 54% эта цифра идет. Хорошо, значит, тогда останавливаемся на этом реверсе, ждем, пока ревер закончится. Ей возвращается немного энергии, ее энергии и человеческая энергия возвращается. Хорошо. Она сейчас села и за голову держится. Лика. На руки смотрит. Да, биоробот. Хорошо, Лика. Мне все вернулось. Если что-то из-под ключик находится сейчас в Лике, а подсвечивается красным цветом. Ключик ящера нет. Даю команду на рассинхронизацию Лике с этим ящером на счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация с ящером и его конструкция до 100% заканчивается автоматически. Ее трясти начинает. Отлично. Ее рвет, к ней подходят другие люди. На земле, да? Да. Все выдавливает, помогая, даю еще 100% ее родной энергии. Пусть все выходит. Она говорит, помогите мне. Мы помогаем уже. Нет, она людям говорит, она нас не видит. Она нас не видит на земле, понятно. Но у нее взгляд разумный совсем другой. Закончилась рассинхронизация. Включая внутренний белый свет Лике. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкоэббрационные чужеродные, находящиеся в ее биополе. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Все выходит до 100% чужеродная. А вот шар она видит. Шар вышел. Открывая воронку в галактическое ядро, под шаром уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. И помогаем моей энергии отстегнуть Лике все каналы к интерферентам. 1, 2, 3. Пошел мощный удар, отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, дальше мы сдадим сейчас ящера и заправим ее потом энергиями. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли, у нас случайно здесь попалась душа. Мы думали, неупокойная душа. Посмотри, пожалуйста, ситуацию. Оказалось, душа где-то на земле находится. В сумасшедшем доме. И мы сейчас... Я вижу. Эксклюзивная работа. Верните ее в тело. Мы вернем сейчас. Я ее заправлю энергиями и верну ее в тело. Нет. Верни в тело и там заправь энергии. Хорошо. Душа должна сгармонизироваться. Все понятно. Выстраивается прямой канал от Лики к ее биороботу. И Лика возвращается в свой биоробот. На счет 3-1-2-3. Да, будет так. А так есть. Синхронизируется, гармонизируется, входит в свой биоробот. На всех уровнях она синхронизируется со своим биороботом и тонкими телами. Она сейчас встала на ноги, руками берет свои волосы и говорит, почему я так выгляжу. Хороший вопрос. Там санитары рядом, они зовут врача. Какая-то страна, считай, информацию. Они видят ее изменения. Вот так вот. Посмотри, какая это страна, считай информацию. Литва. Литва. Очень интересно. Тогда сделаем следующее. Даю команду. На счет 3 в макушку головы Лики начинает поступать 7 высокоибрационных потоков, необходимых ей. 1, 2, 3. Потоки пошли. 350% энергии даем ей. Чистота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Слова идет в шизофрении. Ее диагноз в шизофрении. Ящер любому сделает диагноз в шизофрении и демон. Это их фишка. Мы сейчас и вытащили одного из таких. Ее врач забрал свой кабинет. Энергиями она заправляется? Идут энергии? Скажешь, как закончится. Сейчас врач удивится. Подумает, что лекарство помогло. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Она говорит врачу, что доктор, я очень хочу жить. То есть до этого она говорила, что она пыталась покончить с собой несколько раз. Ну вот. Хорошо. Мы здесь закончили, Вера? Да. Можем что-то для нее еще сделать или мы все сделали? Ее душа справится. Отлично. Хорошо. Отключаемся. Отлики. И возвращаемся в нашу комнату диагностики. Убираю экран. Да, Инга, бывают такие ситуации, когда вот такие вот заблудшие души встречаются. Ящера забрали, Вера? Да, забрали. Инга говорит, это я ей помогла. Да. Вы ей помогли в том плане, что вы ей предоставили возможность дойти до нас. А мы свою работу сделали. И, как вы все видели и слышали, сейчас у нее дела. Очень интересно. А что со мной? Вы чистая. Мы вас с этим и поздравляем. Вы очень все правильно сделали. Видимо, вы занимаетесь, заправляетесь энергиями. Соответственно, ваше биополе чистое. И это сегодня подтвердилось на проверке. Посмотри, сколько энергии нужно Инге и какая частота вибрации? 390 и 25. На 4 макушку головы Инге начинает поступать 7 высокоаббрационных потоков по 390% каждой. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока высиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Как вы себя чувствуете, Инга? Я очень рада, что я работала над собой. Чувствую великолепно. Мы это подтверждаем. Ваша работа окупилась. Вы чистая. Продолжайте. Не расслабляйтесь. Главное, не останавливайтесь. Начали. Идите уже до конца. Хорошо. Сейчас мы будем поднимать вашего сына. Мы на месте. Мы приветствуем Арнольда. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он идет к маме. И мама дает свое разрешение. Мама дает разрешение. Визуально посмотри, что-нибудь есть. Да, у него на шее накинуто что-то черное. Хорошо. Глаза черные. Глаза черные? Это как страх, больше как эмоциональная. На шее подключку. Хорошо. Скэнер. Просканируй сейчас. Арнольда, отключи эту подключку. Выведи это все черное. Все, что можно выведи, отключай и выводи. Подключка как ошейник вышла. Ошейник. Отправляй ошейник в клетку-тюрьму. Готово. Две команды. На счет три скэнера сканирует пространство над головой Арнольда. Под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все семь тонких тел Арнольда. Находит все. От ошейника выстраивай канал к ответственным притягив в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме мой заложник. Здесь бес. Больше никого нет. Его ошейник? Да. Я тебя знаю, бес. Мы с тобой встречались? Нет, первый раз тебя вижу. А что это за ошейник ты одел ребенку? Расскажу, расскажу. Конечно расскажешь. Это очень интересно. Там страх есть внутри. Смотри, какой я маленький. Я всего шесть. Шесть герц? Да. А как ты в него вошел? А он меня большим видит, выше него. Ошейник мой имеет двенадцать. А, понятно. То есть этот ошейник, он делает ему, он тебя видит именно большим. Выше него, вокруг него. Да. А что там за страх? Объясни мне, расскажи мне за этот страх. Он не знает. Он не знает. Хорошо. Но он его видит. Арнольд, ты меня слышишь? Да. Чего ты боишься? Расскажи, пожалуйста. Вот эта сущность, которая находилась в твоем биополе, и она сейчас там находится и больше не войдет. Объясни мне, чего ты боишься? Откуда этот страх у тебя? Остаточный. От чего? От прошлых контрактов. Так мы же контракт с тобой расторгнули. У тебя больше контрактов никаких новых не было. Он был так долго и несколько жизней, что остаточный остался страх. Хорошо. Он в тебе присутствует. Фантомный. Если он присутствует, то он в виде фантома, только хотел сказать. Этот фантом подсвечивается красным цветом. Один, два, три. Пульсирует его, видишь, Вера. Где он сидит? Он в разных местах. Он с затылок, глаза, колени. Как раз там. И на руках есть. Там, где подключки были. Хорошо. Сейчас мы его выведем. Не беспокойся, Арнольд. Включая, Арнольду, внутренний белый свет. Один, два, три. Этим светом выдавливает из себя весь этот страх. Со всех только что озвученных мест в его теле. Один, два, три. Свет пошел. Весь этот страх он выдавливает. И этот страх выходит, формируется перед ним шар. Он его сковывает. Он показывает, как он руки, ноги сковывает. И вот тут затыло голову ворочить, крутить не может. Выходит это? Да, это выходит. Сейчас шар готов. Большой шар? Большой. Хорошо, Арнольд. Вот весь твой страх. Что ты ему хочешь сказать перед тем, как я его сброшу в галактическое ядро? И он сгорит. Скажи ему, что ты его не боишься. Ты сильнее этого страха. Он хочет, чтобы этот страх ушел навсегда. Да, будет так, а так и есть. Открывая под этим шаром воронку в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ну, как ты себя чувствуешь сейчас? Свободно? Или еще не понял? Говорит, сейчас пока не понял. И ему идет информация, что его внутренний стержень, он намного-намного сильнее этих страхов. И, значит, ему нужно рассказать то, что внутри он сильнее, иначе, когда его показывают, когда он боится, у него вот этот внутренний стержень сжимается и становится совсем маленьким. И страх наполняет его. А он изнутри должен эту силу, наоборот, развивать, перебороть этот страх. Тогда не будет страхов совсем. Конечно, он об этом просто должен знать. Эта мама должна ему объяснить на земле, чтобы он это понимал, рассказать ему, где чакры находятся, вообще немножко вводить в курс дела. И то, что ему бояться не стоит, по-любому, это факт. Хорошо. Страх мы убрали. Давай заправим сразу. Энергии. Нужно сказать, что есть внутренняя энергия, иначе все остальное он может неправильно понять. И мама должна еще на примерах показать, как меняется жизнь, когда энергии гармоничны и направлены правильно. На своих примерах. На примерах своей семьи. Это будет ему понятно. Отлично. Я думаю, мама в состоянии такое рассказать, так как у него самой уже есть успехи. Хорошо. Давай заправим Арнолда. Посмотри, сколько ему нужно энергии, какая частота вибрация. 240 и 12. На счет 3 макушку головы Арнолда начинает поступать 7 высокоибрационных потоков по 240% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинает поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 12 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Вот сейчас, Арнольд, ты увидел свои родные энергии. Вот так они выглядят. Как ты себя чувствуешь? Вот сейчас мне приятнее. Сейчас мне спокойно и весело. Отлично. В общем так, бес. Ты больше не придешь. Это не бес. Это черт у нас, Вера. 6 Гц. Нет, я бес, бес. Я скоро 7 буду. Ну вот когда ты будешь 7, тогда ты будешь, соответственно, бесом. А пока ты черт. Я понимаю, тебе хочется показаться больше, но не в моих глазах. Потому что я здесь имею дело со всеми другими демонами, совсем другого уровня. Понимаешь, черт? Мне не надо здесь сказки рассказывать. Это переходный уровень 6, поэтому я больше бес, чем черт. Если бы это был переходной, то прыгали бы цифры 6 на 7. Пока мы видим... У меня бесовские замашки. Ладно, хорошо. Я не собираюсь тебя здесь расхваливать. Я тебе просто хотел сказать. Я даю два шанса. Первый шанс сегодня у тебя закончился. Второй шанс, если я тебя вдруг встречу в биополе, когда я буду чистить Арнольда еще раз или проверять. Если я тебя найду, ты уже никуда не уйдешь. Путь останется только в галактическое ядро. Петя, ты меня услышал? Да, услышал, услышал. Открываю под ошейником портал в галактическое ядро. Ошейник уходит на переработку, закрываю, опечатываю, растворяю. Открываю под чертом бесом портал на его чистоту 1, 2, 3. И он уходит на свою чистоту, закрываю, опечатываю, растворяю. Все. Хорошо. Вот так, Арнольд. Мы сильнее их, поэтому нечего их бояться. Я надеюсь, мама найдет необходимые слова, чтобы тебе это разъяснить. А сейчас мы будем тебя возвращать назад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok